Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Рад, что пришли те, кто пришел. Надеемся, что кто-то еще подойдет. Мой доклад будет о мобильном геймдеве. Называется мобильный геймдев творческий аспект. Вчера я делал доклад о техническом аспекте геймдева. Там было больше для технических специалистов. Сегодня он будет для всех людей. Наиболее полезен будет для тех людей, которые заинтересованы в геймразработке. Тех, кто уже является геймразработчиком. А больше всего для тех, кто еще не является геймразработчиком, но хочет им стать. Вообще, в Беларуси, на мой взгляд, с геймдевом все одновременно и хорошо, и плохо. Я вчера узнал, что, как оказалось, есть больше 10 компаний, которые занимаются разработкой мобильных игр в Минске. Да. То есть, ну, я думал, что их мало. А тут мне говорят, их много, начинают перечислять. И возник вопрос, от чего их не видно, не слышно. Проходят конференции, люди рассказывают о Web, о Java, о UI, о чем угодно, а вот про игру что-то молчат. В России, например, каждый год проходит КРИК, конференция разработчиков игр. Нам приезжают специалисты, суперхороший уровень, то есть, там, есть о чем послушать для всех, кто занимается разработкой игр. У нас на конференции вот как-то вот нету. То есть, странно почему. Вот, давайте будем это исправлять. Я надеюсь, что, ну, то есть, вот, мой доклад этому сегодня послужит. Вот, чуть-чуть обо мне. Кто еще не знает, меня зовут Артем, я работаю разработчиком игр софт-эк-девелопмент. Вот мой скайп, если кто-то захочет связаться. Вот, пойдем теперь к части. О чем мы будем говорить? Во-первых, мы поговорим о том, кто участвует в создании игры. Грубо говоря, кто те люди, которые создают игру. Потому что здесь есть нюансы, здесь есть отличия от разработки других приложений. Это будет полезно тем людям, которые не представляют немножко в процессе создания игры. Я, как вчера узнал, то есть, люди путают немножко понятия, там, допустим, дизайнера и художника. В других там областях, может быть, они смежные, а здесь они отличные. Вот, и поэтому я надеюсь, что для таких людей, я проясню, вот, у разных уролей. И это даст возможность вам понять, кто нужен, чтобы создать игру. Потому что, наверное, идея создания своей крутой игры возникает у многих. Но совсем никто не представляет, как это сделать и кто для этого нужен. Я расскажу, кто нужен. Далее, что нужно уметь, чтобы стать разработчиком игр. Я поговорил с ребятами, которые работают у нас в компании, которые занимаются программированием. Я поговорил сам с собой, то есть спросил, что нужно. С художниками поговорил, они рассказали, что нужно. И с дизайнером поговорил, они мне рассказали, что нужно. И что нужно уметь, там будут подчисленные навыки. Соответственно, если вы хотите заняться разработкой игр, и у вас есть что-то из этого, то уже возможно, что у вас есть потенциал. Или вы, скажем, хотите этому научиться. То есть вы будете знать, что нужно уметь, на что обратить внимание. Специфика игр вообще, и мобильных игр в частности, там по пунктам будет. И как создается игра, там этапы. Они такие, этапы будут соответствовать, скорее, тому, как корпоративно создается игра. Если вы устраиваете там свою компанию, или там со своими друзьями, делаете игру, все будет попроще. Но этапы желательно соблюдать. Я о них расскажу. Геймдев появился, наверное, многие знают, в прошлом 20 веке, где-то в середине. Игры делались под разные, как бы сказать, устройства. Когда-то они делались под игровые автоматы, сейчас делается это. Огромный автомат, при этом, огромный автомат, под который там делается одна игра, и на всем этом автомате одна игра стоит. Игры появлялись для PC, то есть те игры, которые мы знаем, когда есть один компьютер, и в него вставляешь диск, вставляешь игру, и у тебя есть игра, и там можно много разных игр поставить. Игры для консолей или приставок, там, современные PlayStation, там, Xbox и так далее, когда есть диски, есть телевизор какой-то, к нему подключаем приставку, и играем, то есть там, свои интересные нюансы. Потом появлялись портативные консоли, кто знает PSP там, и так далее, то есть это то, чем можно ходить по городу и играть. Вот. То есть это что-то идти по консоли, но монитор к ней не нужен, и она маленькая. И мобильное устройство, это вот то, что появилось совсем недавно, то есть игры для мобильных телефонов, так как оказалось, почти у каждого человека сейчас есть с собой мощный мобильный телефон, потому что ему нужны еще другие возможности поддержки, там, GSM-связь держать, какие-то приложения держать, вот, у него графика какая-то появилась для обычных приложений, UI-приложений, для почты, то есть для того, что там еще, и оказалось, что это можно и для игры использовать, мощное устройство, можно для него игры писать. И вот стали писать мобильные игры. У нас акцент будет, как бы, на мобильных играх, я буду рассказывать некоторые нюансы, почему, как бы, о мобильных, мне кажется, что в Беларуси у нас, нам проще делать мобильные игры, потому что все-таки их чуть-чуть проще делать, чем десктопные игры. Вот, там, дальше расскажу, почему. Кто создает игру? Вот, жирным выделен геймдизайнер. Геймдизайнер – это тот человек, без которого игра не состоится. Не обязательно, чтобы это был отдельный человек. Вообще говоря, все эти роли могут быть у одного человека, и он сделает игру. Но важно понимать, что без геймдизайна игра не выйдет. Если силами программиста можно написать какое-то Cloud-приложение, какое-то UI-приложение, какой-то сайт, то силами программиста нельзя написать игру. Очень важно, чтобы игра была играбельной. Вот, это немножко такая тастология, но надо понимать, что это по играбельности. Люди, которые играют в игры, не знают, в какую-то игру хочется играть, еще, 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 она интересна, в какую-то не хочется. Вот, играбельная игра – это та, в которую хочется играть. Вот, и геймдизайнер отвечает в первую очередь за играбельность игры. Дальше художник. Вот, надо отличать художника от геймдизайнера. Художник рисует. Я расскажу так подробнее, сейчас не расстраивайтесь, сейчас коротко все. Далее, звуковик делает звук. Не во всех играх есть звук, в тех, у которых есть звук. Может, кто-то знает, то есть, кто играет в игры, и в игры есть звук. Я вот звук, например, часто отключаю. Я его отключаю, не знаю почему, потому что когда давно, когда я играл в игры дома, я играл ночью, чтобы родители не будить, я отключал звук. Когда осталась привычка. Но, когда я стал заниматься разработкой, оказалось, что звук делается, хотя нечего человека, отдельно, то есть его оставлять надо, как им наделяется внимание. Ну и звук, в принципе, тоже бывает. Ну и программист. Без программиста IT-проекты редко осуществляются. Менеджер-тестировщик, взятые в скобки, на них я не буду осматривать подробно, их роли мало отличаются от ролей на другие проекты. То есть если вы работаете на проекты, то здесь менеджер-тестировщик делает то же самое. Как правило, менеджер чуть-чуть разыграется в геймдизайне, какие-то свои коррективы. Тестировщик, ну и он играет в игры. Многие думают, что вот клево быть тестировщиком игры, буду играть целыми сутками в игры. А вот никак не так, потому что приходится соблюдать регламент, тестировать именно то место, где есть баги, раз за разом одно и то же проходить, это тоже тяжеловато. Ну, собственно, как в других проектах. Итак, начнем с главного. Геймдизайнер. Вот у нас на работе сейчас есть очень хороший геймдизайнер. Паш, привет, если смотришь. Ты очень молодец, и когда он пришел на самом деле, у нас работа пошла в разы лучше. Я почувствовал, что такое хороший геймдизайнер в разработке игры. Его идеи, они хороши. То есть у хорошего геймдизайнера. Они вписываются в общее видение этого проекта. Они не какие-то заоблачные. И они позволяют сделать именно хорошую игру. То есть он не заморачивается на мелочах, он именно придумывает то, что сделает игру игрой. Вот. Геймдизайнер... А, про Пашу расскажу. Искали его полгода. То есть оказалось, что в Беларуси тяжеловато найти геймдизайнера. Нас не готовят вообще на самом деле специалистов по играм. Нас нет в университетах нигде не учат разработки игр. А геймдизайнер тем более. Вот за границей где-то есть. Вот. И Паша, вообще говоря, он никогда геймдизайном профессионально не занимался. Он много играет в игры и иногда подумает о своих идеях. Вот. Оказалось, что такой человек очень даже хорошо умеет делать геймдизайн. Если у кого-то из вас есть такие качества, ребята, можете заниматься геймдизайном. Люди очень у вас есть, да? Нет. А какие идеи у вас в практике приведите, пожалуйста? Такие идеи приходят? Да. Ну вот, Вадим, я могу чуть-чуть проектов вопрос? Ну, я не размышляю. Так, ну тогда тяжеловато. Ну, давайте уже о вырученных проектах. Скажем, нужно было сделать игру, в которой... Ну, идея какая? То есть игра делается по мюзиклу. Там 12 игр было. Самая последняя — это игра, в которой микробы земные побеждают марсианов. То есть убивают марсианские организмы. И надо было к этому как-то прикрутить какой-то геймплей, какой-то сеттинг. Я просто скажу дальше, что это такое. И надо было это сделать так, чтобы игру мы написали быстро. Она была играбельно интересной. Паша придумал, как бы, как это сделать. Он нашел готовую игру, то есть с каким-то похожим геймплеем, если вы играли в Osmos. И мы внесли в нее какие-то свои коррективы, которые специфичные для этого. То есть их было немного, но они сделали игру действительно интересной, не похожей на Osmos. Например, кто играл в Osmos, там есть клетка, за которой ты играешь, и клетка обычная. Ты должен поглощать там обычные клетки и расти в размерах. Мы добавили еще клетки иммунитета. Мы немножко изменили управление. То есть управление стало более похожим на основной геймплей наших остальных игр. То есть он какие-то простые идеи, что будет делать игру? Ну, в принципе, да. Опять же, идея о том, как это должно выглядеть. То есть он, не заморачиваясь особо такими советами, подводит к нас к тому, что эта игра будет похожа на остальные игры, она выглядит красиво. То есть вот, допустим, Angry Birds с геймдизайнером, давайте птиц не из пушки стреляются, а из рогатки, да? Вот то, о чем вы говорите, на самом деле вы вообще с Angry Birds, чтобы из пушки стреляли? Нет, нет. То есть геймдизайнер тогда говорит, вот это концепт, да, то, что он делает. Он говорит, а давайте сделаем игру в таком противостоянии птиц и свиней. И начинает рассказывать историю. Что-то типа того, что свиньи украли у птиц, ну, допустим, яйца, да, а птицы об этом разозлились из-за этого. Вот, и птицы, допустим, бомбардируют собой этих свиней. Мы там возьмем, поставим такие стеклянные домики, так, стеклянные или деревянные, или каменные, и птицы будут это все разрушать. Как вам идея? Это концепт такой. Вот, примерно, то есть. Ну, и остальные такие смотрят, ну, окей, прикольно. Я дальше расскажу, что будет в концепт. Спасибо. Далее, дизайнер делает, геймдизайнер делает дизайн документ. Это то, о чем я сейчас сказал, то есть концепт, но расписано очень подробно. Чтобы при прочтении дизайн документа у людей возникло видение. У художников, у программистов возникло такое видение того, что делать, и они сильно начали делать. Баланс предметов персонажей, ну, не везде нужно балансировать. В Диаболе, кто играл, там нужно сбалансировать. То есть, что, откуда, когда выпадает. Чтобы, допустим, меч там суперпобедителя не выпал в первом городе, чтобы ты им не покромсал там всех фразов. Вот, нужно тут делать такой вот переход постепенный, чтобы игроку была интересной игрой. Чтобы челлендж был, чтобы напряженность сохранялась. Баланс напряженности – очень интересная вещь. Я о ней никогда не слышал до этого. Это, как бы, такая математическая дисциплина во многом. То есть, нужно продумывать графики того, где у игрока должна расти напряженность, где должна падать. То есть, есть какие-то оптимальные распределения напряженности, чтобы человеку было интересно играть, чтобы он не перенапрягался, но ему хотелось вернуться, например. Вот этим занимается геймдизайнер. Анализ плей-тестов. Я расскажу дальше, что такое плей-тесты. Геймдизайнер по этому поводу не заморачивается. Еще геймдизайнер. Если вы все видите какие-то качества из этих, то, может быть, у вас есть задатки. Играет в игры, действительно. Геймдизайнер, не играющий в игры, это как птица, которая никогда в воздухе не была. И это как рыба, которая никогда в воде не плавала. Это нонсенс. Ему нужно много повидать, очень много повидать, чтобы какие-то свои идеи появлялись. Немного умеет всего по чуть-чуть, потому что он чуть-чуть советует художникам, как нарисовать, чтобы это было интересно. Чуть-чуть должен понимать, о чем говорят программисты, чтобы они находили общий язык. Немножечко менеджер, потому что он придумывает фич и должен прикидывать, то есть успеем, не успеем, как-то так. Не знаю, что он очень программист, очень менеджер, нет, ну чуть-чуть совсем. И сейчас бывший программист, это опять же интересно почему, потому что раньше не учили геймдизайнов, и геймдизайнерами становились люди, которые просто долго работали в индустрии. То есть, которые сделали много проектов, и у них уже нарабатывался опыт. А такими людьми, как правило, были программисты. Те, которые делали игры, они чуть-чуть научились геймдизайну и переходили в геймдизайн. Сейчас геймдизайн учат в таких университетах, это уже бывает, что они программисты. Дизайн документов, это вообще основной документ, по которым делается игра, и опять же он отличает игры от не игры. В других проектах, вот вы знаете, есть техническое задание, допустим. Ну и здесь есть техническое задание, это разные. То есть геймдизайн документов, это не техническое задание. Это документ, с которым без технических подробностей описывается геймплей. Что такое геймплей? Геймплей – это те телодвижения, которые должен совершать игрок, чтобы играть в вашу игру. Например, если это Angry Birds, то игрок должен пальцем оттягивать в рогаточку и стрелять. Если это герой, то геймплей – это то, что игрок с помощью мышки управляет коником на экране, то, что он в замки строит с помощью кликов, выбирая здание, то, что он по экрану боя своих драгонов передвигает. Игровые механики – это части геймплея. В случае героев, несколько механиков – это строительство. Механика строительства, обустройство города. Механика боя. Механика передвижения по карте мира. Если игра сложная, то в ней несколько механиков. Механика – это такая атомарная часть геймплея. Кеймплей строится из механика. Экраны, раскладка экранов – это те окна, те экраны, которые есть в вашей игре. Например, окно главного меню, окно внутриигрового меню, окно опций, окно About Us, где обычно рекламу вставляют, окно, допустим, замка вашего какого-то, окно свойств вашего персонажа, его талантов и так далее. Геймдизайнер делает описание всех этих окон, переходы между ними, откуда-куда можно попасть. Ну и что примерно находится на каждом окне. Стилистика. Графическая и звуковая. Геймдизайнер продумывает, какова будет стилистика. Ну, например, мрачная, радостная, нейтральная, в красных тонах, ну, то есть вот так вот, чтобы художник, опять же, там, и звуковик понял, что ему делать вообще. Игровой мир, ну, описание игрового мира, то есть его история, во-первых, сюжет, если есть какой-то сюжет, ну, там, кто играл в World of Warcraft, там, что, были орки, появился автос, у него возникал клик, там, пошел всех убирать, там, что-то такое. Ну, то есть какой-то сюжет игровой. Если это птички, там, с свиньями, то это, ну, опять же, конфликт и так далее. Игровой сеттинг — это термин специфичный для игр. Игровой сеттинг — это такое немножечко техническое описание игрового мира. Например, средние века с элементами фэнтези — это игровой сеттинг. То есть это такое общее описание того, что у нас в игре происходит, чтобы очертить те рамки, в которых можем варьировать. Если это средние века и фэнтези, то у нас будет магия, могут быть драконы, эльфы и так далее, но у нас не будет оружия, там, какого-то, не будет, там, что-то такого. Вот. Или, например, кибербанк, там, или постапокалиптический мир. Это просто апокалиптический мир, то у нас будут какие-то мутанты, какие-то суперорожия, ну, Fallout, например, тоже. Вот. То есть сеттинг — это такое вот структурированное общее описание, чтобы дать, опять же, людям понять, то есть в каких пределах мы будем разрастаться. Управление, то есть то, как игрок управляет игрой. Ну, Angry Birds — это простое управление, то есть такие свайпы по экрану. Ну, свайп, когда пальцем протаскиваем. Вот. Если это, допустим, гоночка для мобильной игры, то это акселерометр, то есть мы его устройством можем управлять, там, вот, то есть геймдизайнер описывает эти моменты. Искусственный интеллект и, наверное, многие знают, то есть это эмулирование реалистического поведения, там, игровых персонажей, то есть там союзников, противников. И хелп, то есть дизайнер описывает, геймдизайнер описывает, какие будут, какая будет система обучения, система помощи игроку. Это все делается в геймдизайн-документе. Вы видите, тут все структурировано. Если вы хотите заняться игровой разработкой, можете взять эту презентацию и посмотреть, что мне надо описать для того, чтобы игра получилась. В общем, пункты вот такие. Какие-то пункты могут выделяться. Например, вот в описании Крового Мира есть описание персонажа. Если это World of Warcraft, там персонажей очень много, это, конечно, будет в отдельном пункте, отдельный большой такой главу. Но если это мобильная игра, то примерно вот так. Вот эту картинку нарисовали наши художники на Новый год. У меня иногда создается впечатление, что это то, что творится у них в голове. На самом деле, ребята очень забавные, интересные. Я бы так не смог. Очень прикольно. Мы называем художников артистами. Или о том, что они делают, мы называем артом. Я иногда просто, может быть, буду говорить арт, чтобы вы понимали, что это значит. Художник игровой отличается от художников принципа чуть-чуть. Потому что он рисует. Такие вещи специфичные для их. Художник мобильный отличается от художника игрового. Чем? Тем, что мобильный художник – это всего по чуть-чуть. Как правило, вот вы знаете, в разработке игр серьезных, там есть отдельный человек, который отвечает за 3D-модели. Отдельный человек – аниматор, который делает видео. Отдельный человек, который подбирает жрифты. Отдельный человек, который текстуры рисует за 3D-модели. Отдельный человек, который наброски, скетчи делает. Отдельный человек, который UI разрабатывает. В мобильных играх такое не нужно. Там игра не такая сложная, чтобы с такой штат играть. Поэтому художник должен уметь всего по чуть-чуть. Опять же, вот художников мы, то есть, Дим, да, сложновато подбирать. Люди приходят, приходят, немногие подходят. Я бы спрашивал ребят, почему они говорят, ну, во-первых, потому что уровень подготовки не очень высокий. Они сказали, что ситуация с университетами, например, такая же, как и с программистами, то есть там учат чему-то, но как-то этого недостаточно. Поэтому, если вы чувствуете в себе задатки, вот, чего-то из этого или всего из этого, не обязательно всего, то, может быть, у вас получится стать художником для их. Вот. Пойдем дальше. Что еще делают художники? Я опять же поспрашивал ребят, они посоветовали, то есть, какие-то аспекты. Для игрового художника, особенно для мобильного, посоветовали научиться пиксель-арту, если вы не умеете. Пиксель-арт — это рисование по пикселям. Когда у вас есть 30 на 30 матриц, и вам нужно туда вписать персонажа, у которого есть ручки, ножки, головка, его видно. Это сложно, тут есть свои нюансы. Но они сказали, что для человека уменьшого научиться не так, что и сложно. Художник мобильный, именно, должен уметь их видеть мелкими деталями. Экран маленький, туда не влезет столько много персонажей, у которых прорисованы, там, выжики на куртках. Но нужно как-то подчеркнуть индивидуальность, то есть, сделать так, чтобы один был отличим от другого. Нужно уметь вот эти мелкие детали как-то выделять, там, интересно их расстраивать. Умеет перестраиваться, опять же, специфично для мобильной разработки. Дело в том, что один художник делает одну игру, потом эта игра заканчивается, он делает другую игру. Нет такого, что взяли художника, он опять лет бомбарит. Так мобильные проекты не делаются, они быстрее. Поэтому нужно уметь свой стиль немножко поменять. Рассказывали мне историю, что вот пришел как-то парень, он умел рисовать граффити. И он все рисовал в стиле граффити. Он дали задание, он рисовал его в граффити, нужно было не в граффити. Ну, соответственно, такому тяжело бы стать мобильным художником, потому что у него получится делать игры только про граффити. Они будут стилизованы только так. А у нас ситуация такова, что одна игра про одно, другая про другое, и стили чуть-чуть могут быть разные. Художник мобильный, может быть, даже не только мобильный, рисует на планшете. Это, кто не знает, такое устройство, которое прикрепляется к компьютеру, там нужно рисовать пером на планшете. Оно реагирует на агенсивность нажатия, то есть, например, толщина линии может изменяться. Ну, и вообще, то есть, очень классная штука. Если вы не умеете ей пользоваться, то есть, вы художник, хотите стать художником для игр, то мне сказали, что научиться несложно. То есть, допустим, за неделю-две вы сможете этим пользоваться, у вас не будет дискомфорта, а за полгода вы станете 20 пользователем планшета. И художники у нас вот сидят за навешанным окном. Это потому, что свет яркий, падая на экран, может немножко влиять на цвета, и придется постоянно приглядываться. Поэтому у них окно всегда закрыто. Мне вот это не нравится. Если вы хотите этим заниматься, имейте в виду. И среды. Фотошоп-то по-любому, без него никак. Также пользуется CorelDRAW иллюстратором. И, что интересно, Maya 3D Max. Мобильные игры часто это 2D. Но 3D там очень помогает. Потому что, вот я вам скажу, если человек владеет 3D средствами разработки, у него очень клево, может получаться очень быстро, делать хороший арт. То есть, он делает модель, потом ее рендерит. И это получается в разы быстрее, чем прорисовывать. У нас есть такой художник, он очень классный, это делает, он гленит. Если бы не он, то, наверное, у нас бы не получалось так хорошо работать. Если у вас есть это умение, ребят, то можете идти в GainDev. То есть, может быть, у вас получится, это очень клево. Звуковик. Ну, вообще, звуковик в мобильных играх, его достаточно одного. У нас он один, там, на несколько команд. Но, опять же, он профессиональный должен быть у нас, профессиональный человек. Он делает музыку, эффекты видео. Видео, соответственно, такое того, что делает. И, как бы, почему звук нужен? Звук добавляет атмосферности. Ну, знаете, если вы ходите по замку, по какому-то замку злого колдуната, то всюду крики раздаете, музыка такая, там, такая прачная. То есть, это интересно. Почерпнуть элементы геймплея. Ну, в плей, играете вы, летит вас ракета. Вы это слышите. Она еще вас не врезала, если вы, может, и хопа, и куда-то отвернулся. Вот. Или там врезается птичка в ингреберцию, в домик. И «бул» взрыв такой. Ну, подчеркивает, что-то произошло. Программист. Вот я вчера понял, что нужно рассказать о том, что должен уметь программист. Потому что, ну, тоже есть подсвязь специфика. Не обязательно уметь все, как бы, из того, что здесь написано. Но, допустим, проектировать архитектуру не обязательно уметь. Это может делать все один человек в проекте. Вот. Искусственный интеллект, опять же, тоже не обязательно знать. Физику тоже, графику тоже, игровой движок уметь писать тоже, редактор и оптимизировать тоже не обязательно. Но нужно уметь что-то из этого. Как минимум, желательно уметь работать с графикой и понимать принципы работы физики. Потому что это нужно практически всегда. То есть, ну, без графики игра не обходится. Не обязательно быть advanced, то есть, там, супер-купер в OpenGL. Это приходит со временем. Мне за мои полтора года, то есть, приходит только какое-то базовое понимание в OpenGL. Потому что это действительно сложновато. Там есть такие вещи, которым надо учиться, которые надо изучать, пробовать. Но понимать там что-то нужно. Если вы хотите стать программистом для игр, вы можете почитать там 2D графики, посмотреть какой-то игровой движок, чуть-чуть его там пощупать. То есть, вы придёте на собеседование, вы будете понимать вопросы. То есть, ну, этого, может быть, даже достаточно, чтобы вас взяли на работу. Искусственный интеллект — это, вы, наверное, знаете, отдельная такая область в области разработки, в программировании, там есть свои нюансы, аспекты. С ней тоже можно поразбираться, почитать литературу. Ещё интересно, что нам даже для мобильных игр приходится делать редакторы. То есть, например, редактор уровня. И его, как правило, если мы работаем под macOS, то, соответственно, его нужно писать под mac. Ну, и опыт писания под mac, он пригождается. Оптимизация тоже, там, отдельный момент, я про неё вчера рассказывал. То есть, такой, наверное, есть. Далее. GenDev имеет свои особенности. То есть, особенности, которые отличают его от веб-приложений, от UI-приложений, они таковы, что здесь уделяются внимание физике, графике и звуку. Физика позволяет сделать эквариалистичнее, похожее на то, как это происходит в жизни. То есть, люди не пробегаются во стены. Там вообще есть стены. Они не падают через плов. Они, там, персонажи получают урон, если наступают на шипы, на какие-то такие вещи. Графика важна, там, даже для 2, для 3D игр, то есть, это мало. Есть, где, например, в каких-нибудь сапрах, там есть графика, да, то есть, отображение трёхмерных моделей. Ну, есть другие области, в которых важна графика. Но их немного. То есть, вот в веб-разработке, там дизайн важен. Графика, в принципе, не так важна. А в каких-нибудь UI-приложениях, типа, той же Visual Studio, там тоже графика особо никакой нету. То есть, там тоже дизайн, всё, программирование. Искусственный интеллект. Во многих играх есть. Не во всех, но есть. Вот Lines вспомните. Там размещение вот этих шариков на экране. Оно может быть рандомным, оно может быть не рандомным. Можно научить компьютер играть лучше. Там, ну, в Angry Birds, да, там, наверное, нет искусственного интеллекта. Там всё предыфаненное. Вот в Quake вы играете с ботами, у них есть какой-то интеллект. В Герои вы играете, там есть искусственный интеллект. В мобильных играх, конечно, наверное, поменьше, чем в других играх. Но встречается. Например, вот у нас была карточная игра. В карточной игре это множество знаний. Гораздо более сложный дизайн. Я имею в виду ту часть, которая является геймдизайном. Геймдизайну уделяется очень большое внимание. И, серьёзно, я не представлял, вот, когда они начали заниматься, пока они начали заниматься играми, я не представлял вообще, что есть такая образ геймдизайна. А она настолько обширна, она настолько важна, что, вот, серьёзно, то есть, это специфично просто. Такого нигде нет. В разработке игры внимание является обратной возможностью, потому что часто мы работаем на пределе. Даже если игра простая, но она происходит в реальном времени, то вам нужно, допустим, 30 раз в секунду, если у вас FPS 30, картинку сформировать и просчитать, допустим, какие-то там столкновения объектов, логику поменять и так далее. То есть, это нагружает процессор, нагружает GPU, и важно знание некоторых, допустим, аппаратных особенностей. Может быть, знание ассемблера для программиста, там. Для художника, там, вот, опять же, тоже умение рисовать мелкие детали, потому что экран маленький в телефоне и так далее. В геймдизайне в разработке игр больше набора ролей, я его перечислил. То есть, нужно больше ролей, не больше людей, больше ролей, чтобы игру сделать. Я говорил, что это может сделать один человек, он будет в разных ролях. И математика. Вот вчера Никита очень супер-классный доклад делал. Вот, я сидел и улыбался, вот, все, все в точку. Единственное, что математика важна не во всем программировании, а она, вот, Никита говорил, в 3D-моделях, да, то есть, вот, матрицы, и матрицы, матрицы, знаешь, понимаешь уже преобразование 3D-моделей. 3D-модели просто есть не везде, я об этом. То есть, есть проекты, в которых, скажем, нет такой серьезной математики, и там, собственно, это и не надо. А вот в разработке игр там есть 3D-модели, да, в 3-мерных играх. И надо понимать, даже в 2-мерных графике матрицы есть, я вам открою секрет. Потому что, на самом деле, вот в OpenGL, например, внутри там все 3-мерные. Мы просто видим этот 2D. И для программиста реально важно понимать эту математику. Причем не только для программиста. Для геймдизайнера важно понимание математики. Потому что такие моменты, например, как движение кровавого персонажа. У нас была игра, там движение корабля осуществлялось. Надо сделать реалистичным. А как это сделать? Ну, а кто его знает? Давай прикидывать, графики рисовать, какие-то формулы выводить. И, ну, серьезно, то есть, если вы не понимаете там функции, если вы не знаете отличие там линейной функции от квадратной функции, это базовый уровень математики. Но вам это нужно очень хорошо понимать. Вот. И мне кажется, что не получится, допустим, не игрового программиста из того человека, который не любит математику. Чем больше вас растут лосс математики, тем проще вам будет делать. На самом деле, вот движение того же корабля можно было сделать тупым программистским влог решением, много ифов набомбарить, все случаи перебрать. Ну, получилось бы. Но пришел геймдизайнер и сказал, слушай, плохо, корабль движется, давай изменим. И сказал, что изменим? Он сказал, поворачиваться, чтобы побыстрее начал. И ты лезешь в свои 100-500 ифов, и давай. Здесь он поворачивается, меняем. Здесь он поворачивается, меняем. Здесь он поворачивается, меняем. По-хорошему, должно быть так. Вы создали модель, которая описывает, где тогда, по какой функции, что меняется. Геймдизайнер приходит и говорит, нам нужно изменить в этой функции какой-то параметр. Вы меняете это, делается за секунду. Мобильный геймдизайнер имеет свои особенности. Во-первых, игровая аудитория более казуальная. Казуалы – это обыватели. Люди, которые не сидят по 3 часа, по 5 часов, по 10 часов, по 24 часа, как игроки в WoW. Они играют по 5-10 минут в транспорте или в очереди стоят. Или просто захотелось отвлечься. Наши с вами родители, наши с вами тети, дяди. Люди, которые работают на простых предприятиях, неискушенные в компьютерной науке и так далее. Вот они играют в мобильные игры. И это накладывает свою сертифику. Этим людям интересны другие игры. Такие, как их. Размер игры, понятно. Небольшой. Во-первых, потому что, собственно, телефон не потянет большую игру. Обычно. Во-вторых, потому что игры приходится качать. То есть, там, 600 мегабайт, мало кто станет скачивать. Через Wi-Fi есть стационарный бесплатный Wi-Fi. Далее, сенсорный экран акселлирован. Трайд накладывает специфику на управление. Нет клавиатуры, нет стрелочек вправо-влево. И нужно как-то придумывать, как ваши иглы управлять. Есть разные варианты. Например, вот гоночки или эмуляторы самолетов селерометром управляются. Очень интересный такой концепт. Когда-то было очень интересно попробовать. Я, на самом деле, может быть, из-за этого и стал заниматься айфон-разработкой. Потому что посмотрел, что некоторые вещи становятся интересными на мобилах. То есть, те же гоночки было прикольные. Компьютер, ты понял, я вот тут взял и подвигал, и она что-то живет. Вот. Далее, включение по ресурсам. Старые модели вот айфона, в частности, они были в разы просто слабее, чем новые. Ну, и даже новые отдают от современных компьютеров. Опять же, в разы. Там, GPU, как правило, там нет. Или он очень слабый. Памяти там, как правило, мало. Вот. Поэтому сложные модели, там, большие текстуры не влазят. Ну, опять же, поэтому размер игры небольшой. Далее. Особое построение интерфейса, это вот QI дизайнера. Дело в том, что вы играете в игру. Вот представьте себе, да? И вы там тыкните, симулируете кнопки стрелок влево, вправо, вверх, вниз. И человек будет там пальцы так держать. И он закроет своими пальцами пол экрана. Вам нужно сделать интерфейс так, чтобы, во-первых, человек был удобен, но в трек он ничего не закрывал. То есть, если есть счетчик какой-то, он где-то в углу там должен быть прицеплен. То есть, так, чтобы он не перекрывал, там ничего не закрывал, не дай бог. Вот. Есть свои специфики. Далее. Меньшее внимание уделяется звуку. Потому что, во-первых, динамики слабые в телефоне. Во-вторых, как правило, я их отключаю. И далее, вот, зоопарк устройств. Эта проблема больше всего актуальна для андроида. Для айфона не так, а для андроида очень сильно. Есть такие андроид-телефоны, у которых вообще нет сенсорного экрана. На самом деле, на мой взгляд, это может погубить андроид-платформу. Потому что сейчас андроид разделяется. Андроид для самсунга, андроид для ZTE, андроид еще там для кого-то. И когда вы качаете приложение с App Store, вот меня этого долго не понимал. Я вижу приложение у себя на компьютере, вот зашел с компьютера, но с телефона его не вижу. Казалось, что потому что мой телефон не поддерживает это приложение. То есть, получается, что уже много разных андроидов. И тут вообще есть такие моменты. Например, вы делаете какую-то игру, звук какой-то выводит. Вот у нас такое было. И на каких-то телефонах этот звук нормальный выводится, а на каких-то тихо. И непонятно, почему вообще. Это специфика этого устройства, не у какой-то дополнительной API. Да, есть такой момент. Дальше. Об этапах. Сейчас расскажу об этапах. Те, кто хотят сделать свою игру, обратите внимание, что вам нужно было сделать. Во-первых, концепт. Ну, о концепте я рассказывал. Концепт – это такая основная идея. То есть, что должно в этой игре такого быть уникального? Делается список фич или фича-лист. То есть, это те основные ее отличительные особенности, которые должны быть. На них мы потом дальше будем ориентироваться. Ну, например, в Angry Birds примерно какие-то там фичи. Птички, рогатка, свиньи, разрушаемые препятствия, движение вот это и другие. Построение уровней. То есть, там явно есть какой-то редактор для того, чтобы эти уровни собирать. Разные виды разрушенных препятствий, разные виды птичек. Мы это все перечитаем. Поэтому всему потом может быть прикинуть, сколько нам нужно нарисовать, сколько нам надо программировать и так далее. Три USP, как минимум три USP. Что такое USP? Это Unique Selling Point. То есть, то, из-за чего эта игра будет продаваться. Какая-то USP feature. Мне сказал наш дизайнер, что их, как правило, можно предлагать как минимум три. Далее целевая аудитория. То есть, те люди, на которых рассчитано ваше приложение. Игры, как правило, не делаются для всех. Есть игры для мужчин в возрасте. 15 лет до 20 лет. Это самая такая покупающая аудитория. Есть игры для домохозяек и просто для женщин в возрасте от 25 до 40. Есть игры для детей в возрасте от 5 до 10. Когда вы разрабатываете концепт, важно целевую аудиторию продумать. Далее делается прототип, если нужно. Прототип делайте не всегда. Для мобильных игр прототип делается реже, чем для обычных игр. Делается он вообще для того, чтобы проверить концепт. Просто если вы не делаете прототип, а концепт ваш экспериментальный, вы потратите много ресурсов и окажется, что это никому не надо. Здесь это написано. Прототип надо уметь делать, не все его умеют делать. Художники должны рисовать быстрый, не качественный, но быстрый. Программисты должны писать быстрый, по скорости разработки. Но некачественный, какой угодно. Быстро написать этот код, его потом надо выкинуть. Если вы хотите научиться писать прототипы, советую книжку «CodeComplete» МакКоннелла. Там написано, как писать прототипы. Можете перечитать много раз, пока не научитесь. Потому что, реально, один из десяти будет писать прототипы. Оценка ресурсов. Всегда должно делаться. Делаться, как правило, менеджер. Вообще интересный момент. Я, когда свой доклад презентовал на работе, например, рассказывал, мне наш менеджер сказал, ой, да оценка ресурсов, все ты неправильно написал. Я начала гуглять какие-то там подробности. Когда я маркетолог показал там раздел про маркетинг, она мне сказала, ой, да тут все неправильно, тут все не так. Все должно быть. Начала мне рассказать специфические подробности какие-то. Ну, я в общем рассказываю, ребят. В общем, оно так. Здесь нужно трезво оценить свои собственные силы. Этого никто никогда не делает. Всегда переоценивают. Пазы ошибаются на всех проектах. Здесь, ну, работайте по фичам. Если вы программист, и вам нужно делать estimate, старайтесь выделить все фичи. Не время, а определяйте по фичам. Если вы забудете какую-то фичу, то, соответственно, вы забудете выделить на нее время. Дизайн документ пишется дизайнером после этого всего. Это уже началась основная работа над игрой. Геймдизайн документ прорабатывается подробно. У нас был такой случай, когда был написан такой драфт ГДД. Он был такой сырой, неподробный. И мы по нему начали работать. Я писал код три месяца, а потом хопа и вышел не драфт ГДД, в котором все по-другому. Вот, не надо, тут надо сделать нормальный ГДД, не драфт, он должен быть готов здесь. Здесь, помимо самого ГДД, делаются наброски, делают их художники. И ситуация такая же, что не всякий художник умеет рисовать скетчи. Это реально как в программировании. Нужно нарисовать быстро, примерно. Не прорисовывать, не продумывать там цветовую грамму и так далее. Быстро, примерно, чтобы у людей видение появилось какое-то. Дальше, здесь готовятся редакторы. Если нужен редактор для обороны, то его лучше сделать здесь. У Флизарда в какой-то игре был такой нюанс, что они не сделали редактор, из-за этого игра задержалась на очень большое время. Об этом потом рассказывали сами дизайнеры. Отличать нужно, да, наброски от окончательного арта, я об этом говорил. И еще, программист очень хорошо, когда следит за тем, как ГДД разрабатывается. Потому что, ну, прочитывает, то есть новые версии смотрит. Потому что емсайлер может написать, что в игре будет миллион травинок. И это основная фича в игре, а это невозможно. И там максимум тысячу можно. Программисту скажет, что, слушай, не получится это делать. Ну, напиши, что там, тысяча травинок и придумай, как вокруг этого все закрутить. Дальше, вот основной этап разработки. Здесь игра пилится, пьется, да. Мы рисуем арт, мы пишем код, мы тестируем. Выпускаем последовательные билды, и вот так все это по кругу идет. До тех пор, пока мы не сделаем бета-версию или еще что-то, что больше будет. Во-первых, здесь нужно, чтобы арт вписался в срок. Очень многие игры затягиваются по срокам из-за того, что не готов арт. Ну, я как бы могу даже представить, из-за чего это. Потому что рисование это более творческая такая работа. Там нет такого как программирование. Четкие правила по ним делаешь, и все. И ты можешь даже прикинуть, сколько на это времени понадобится. Вот, поэтому по арту обычно фейл его будет. Если арт будет в срок, то замечательно. Может быть и не увидим никаких задержек. Придерживаться стилистики нужно. Я уже говорил, что дизайнер определяет стилистику. Бывает такое, что художник сидит, рисует, рисует, рисует. Потом все это показывает, а оно вообще не вписывается ему никак. Мне опять же наши художники сказали, что они об этом не задумываются. Потому что для опытного художника это на автомате просто получается. Он рисует, и у него уже получается в стиле. Наверное, это с опытом приходит. Как правило, здесь всем хочется еще новые фичи всунуть. У нас сейчас был такой случай. Мы выпустили уже очень большую игру. 12 игр, которые в одном проекте. И нужно вставить новую фичу. Она не сложная. В принципе заключается в том, чтобы из одной игру нужно было другую запустить. Но оказалось, что в архитектуру это чуть-чуть не вписывается. И это можно добавить, но просто это сложно. Поэтому здесь такое бывает. В принципе, с этим никак не поборешь. И это нужно делать. Потому что если игре это нужно, то это надо сделать. Просто относитесь к этому скептически. Может, это и не нужно. Обсуждайте. Если от вас требует менеджер, то вы скажите, сколько времени нужно. Обычно это всех успокаивает. И будьте на связи с дизайнером. Опять же, были такие нехорошие случаи, когда дизайнер вдруг потерялся. Он занимает своими делами. Игра делается, делается, делается. Он за прогрессом следит. Он приходит и говорит, так это же не то, что мне нужно было. Ну извини, а почему ты раньше не сказал? Надо было смотреть, я же тебе переносил показывать и не смотрел просто. Вот дальше. Опять же, вещь специфичная немножечко для игры. Вернее, абсолютно специфичная для игры. Плейтесты. Что такое плейтест? Мы берем людей и даем им поиграть в игру. Спрашиваем, ну как? Они нам говорят. И часто оказывается, что чего-то в игре не хватает. И мы это дорабатываем. Фейл очень большой, что плейтесты не проводятся. Когда я сказал нашему дизайнеру, ну типа, это же ошибка, что плейтесты не проводятся. Ну как это плейтесты не проводятся? Они должны проводиться. То есть, ну для него это ненормально. Это как, ну не знаю, то есть, это вопиюще просто. Это как писать код и его не компилировать до самого конца. Пишешь, а вот он не работает. А потом в конце начинаешь компилировать, а у тебя вообще ничего не правильно. Вот так с играми бывает. Если не делать плейтестов, скорее всего у вас получится неиграбельная игра. Что можно на плейтестах проверить? Ну, во-первых, дружелюбность UI. Играбельность игры, она подразумевает ее изобилити. Помимо всего прочего. Можете провести так называемый тест мамы. Дайте маме поиграть. Ну, если мама неискушенная, если она не гуру программирования, если она не геймдизайнер в призракте, то дайте ей поиграть вашу игру. И она вам, скорее всего, покажет, что в вашей игре не так. Туда, куда она тыкает, там должна быть кнопка. Там, где им хочется подвигать, это должно двигаться. Потому что, в принципе, особенно в мобильных играх, аудитория казуальная, и им должно быть все нативно, им должно быть все легко, понятно, привычно. Поэтому плейтесты позволяют сделать UI более дружелюбным. Во-вторых, плейтесты позволяют стилистику подправить. Если что-то выбивается из опверстили, это будет резать глаза. Далее, плейтесты позволяют, например, упростить игру. Если, например, у вас сложность уровней, идет простая, 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 потом очень сразу сложная, ну, это будет видно, людям будет тяжело играть. Все это исправляется на плейтестах, и их делать нужно обязательно. Учитывайте результаты плейтеста. Ну, странно, абсолютно, конечно, если плейтест провели, но результаты не ущели, но такое, наверное, тоже бывает. Может быть, не услышали, может быть, не обратили внимания. Ну, старайтесь по максимуму информации собрать, осторожно вы делаете. Выпуск игры и маркетинг. Ну, вообще, мы, как бы, говорим о разработке игры, поэтому здесь вкратце. На самом деле, маркетинг должен был начаться гораздо раньше. Это, конечно, зависит от проектов. В некоторых проектах маркетинг начинается еще до начала разработки. Мы делаем анализ рынка, мы делаем, там, какие-то оценки, прикидки и так далее. Вот. В некоторых играх, допустим, за треть времени до, как бы, окончания проекта мы начинаем какие-то акции проводить, статьи писать, ссылки делать, чтобы ажиотаж создать, ну и так далее. Если вы делаете игру для продажи, то без маркетинга никак бизнеса не получится, потому что она не будет продаваться. Современные мобильные игры, ну, меня спрашивают, что время, что игры тяжело продавать. То есть, что-то там вредит того, что тяжело заработать сейчас на мобильные разработки. Ну, в принципе, конечно, тяжело. И без маркетинга не заработаешь никак. Если вы действительно хотите на этом заработать, то привлекайте издателей. Они могут делать за вас маркетинг, просто никаких условий. Далее. Не выпускать сырую игру. Ну, вот, компьютерные игры, я имею в виду, PC-игры часто выпускаются сырыми. Мобильные игры выпускаются сырыми реже. Почему? Потому что если выпустили сырую игру, люди в нее поиграют, им она не понравится. Вы потом выпустите апдейт со всеми фиксами, но им она уже не понравилась, и им она не нужна. Придерживайтесь сроков. Ну, это понятно. То есть, это с анализом ресурсов как бы пересекается. В принципе, почему лучше не затягивать? Потому что если у вас проект затянулся, вы все в новые фичи впихаете, что-то переделаете, у людей может падать мотивация. Они что-то делают, делают, и результат никого нет. У меня так само убывает. То есть, уже хочется что-то получить, что-то другое начать. А вы все это делаете, делаете. Ну, и дальше поддержка. Ну, просто, то есть, игра уже подается, вы работаете на других проектах. Ну, во время от времени что-то надо делать, поменять. Ну, важный момент, как начать самому. Я вчера рассказывал, как программисту начать самому. Сейчас, так, чуть-чуть в общем, как начать самому. Вы можете скопировать простую игру, готовую. Просто для того, чтобы попробовать. Если вы никогда не делали, ну, что-то поймете. То есть, художник поймет, как чуть-чуть рисовать. То есть, может быть, какие-то тулы освоит. Программист поймет, там, технические особенности. Геймдизайнер может написать ГДД по готовой игре. Просто потому что, чтобы потренироваться. Если у вас есть старший товарищ, например, геймдизайнер, хотите поучиться. Ну, вот, напишите ГДД, покажите ему, он вас исправит. Времени много не потратите, а пользу получите. Дальше, играть в игры. Ну, опять же, я знаю таких людей, которые делают игры и не играют в игры. И в их игры никто не играет. Дальше, мотивироваться. Я много раз пытался начать свою игру, и оказывалось, что мотивация падала. Но не у меня, а у других людей. То есть, если вы начали проект, ну, это для любого проекта важно. Важно, чтобы люди, с которыми вы это делаете, были замотивированы. Ну, скажем, общайтесь с ними постоянно на эту тему. То есть, обсуждайте эту игру, чтобы им интересно было. Ну, вот, как-то начали игру, да, то есть, посидели, поговорили. Да, начинаем, все, так, 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 начали ГДД писать. Прошел месяц, мы собираемся такие, все, пишем, да, начинаем, да, 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 да. Прошел месяц, опять, да, 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 да. Прикидывали, что за 4 месяца напишем, прошло 3 месяца, остался месяц. А, не успеваем, все, ну, ладно. Все. Дальше. Для игры вам нужен геймдизайн. Нужен. Может быть, вы сами это можете вставить, но без геймдизайна игра не получится. Я это подчеркиваю, буду подчеркивать всегда. Геймдизайн в игре это главное. Супер главное. Ну и дальше. Есть полезные ресурсы, например, геймдевру. Там можно найти интересные вещи. Там есть ветки, то есть какие-то обсуждения. В них можно участвовать, можно их прочитывать. И, наконец, о чем я скажу, это то, ради чего я занимаюсь геймдевом. Этого не было нигде. Это ощущение, когда вот, знаешь, ты садишься, начинаешь что-то делать. Делаешь, 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 потом бах, и в этом можно поиграть. Ты смотришь, и оно уже как-то живет все. То есть, это игра какая-то. Этого нет в Я-приложении. В Я-приложении у тебя какая-то картинка, ты кликаешь кнопку, что-то произошло. Тыкаешь, что-то произошло. А здесь ты смотришь, и это уже само по себе как-то живет. Это прикольно, реально. И самое, конечно, классное, это когда в свои игры можно играть. У меня как бы первое время был шок такой. То есть, я написал игру села за другую, написал села за другую. А потом, хопа, поиграл в свою игру. Я вообще никогда не играл в свою игру. Так прикольно. То есть, там через полгода поиграл в свою игру. Ну ничего себе, даже челлендж какой-то есть. Реально прикольно. Это интересно, реально. И то, ради чего я занимаюсь играми, это вот именно, наверное, это ощущение, когда ты делаешь что-то, что действительно как-то существует, живет как-то реально интересно. Теперь можете спросить. Я просто хотел рассказать тоже историю. У нас был на втором курсе курсач. И там нужно было написать игру. Ничем угодно. Ну, я выбрал XNA в США. Потому что много он был с этим. И писал, наверное, 4 месяца. Весь семестр. Мне уже тошнило под конец от этих танчиков. Но там было... Ну, я танчики писал. Это на приставке. Воскресенье. Вот. И под конец... Ну, там была вторая версия. Еще не закончена. Еще противники какоряво ездили. Вот. Но мы сели... Ну, я... Там еще можно было настраивать скорость передвижения, урон от этих пуль. Ну, смешно признаться. Я с девушкой сел в этих танчики играть. Там была клавиатура. Мы весь вечер, наверное, прыгали в эти танчики. Да. И было огромное удовольствие от того, что... Это я написал, то есть... И... Ну, в общем, это вот... Классно. А ты занимаешься EFD вообще? Нет. Я только на энергетическом уровне. То есть, а не хочешь заняться? Ну, что начинается. Ну, то есть, я думаю, что у тебя получится. Ну, то есть, я думаю, что у тебя получится. Если тебе самому интересно играть в Spring Pro, то... Скорее всего, получится. Ну, я иду в эту проблему. Спасибо. Можно? Здравствуйте. А у вас есть открытые вакансии на разработчиков? Нет. Постоянно. Есть. Есть. А мобиль... Ну, на каком языке разрабатывается? Там, движок, что-нибудь такое? Вы... Про что? Про iPhone, Android? Ну, по крайней мере, у меня лично есть опыт разработки на Unity, если знаете, какой движок, под iPhone, Android. Ну, на том, как бы, само встроенное на США первое разработку. А мы собираемся на Unity что-то? Да. Приходи. Приходи. Хорошо. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Может быть, немножко не про то, но тем не менее. Очень меня интересуют вот те самые звуки, которые тебя совершенно не интересуют. Как происходят, как-то, с озвучкой? То есть, может быть, немножко подробнее о том, что делает звукорежиссера? Когда он привел? Он их записывает реально, как указывает, кто-то, как будет и так далее? Или он использует в существующей библиотеке? Платные, а не бесплатные? Я понял вопрос. Вообще говоря, наверное, происходит по-разному. И все то, о чем ты говоришь, происходит тоже. Ну, если звук копыт, то звук копыт. Ну, как правило, не совсем звук копыт. Ну, например, я как-то смотрел Comedy Club. Там рассказывала женщина, как озвучиваются порнофильмы. Она говорила, что они это делают с помощью биты и капусты. Наверное, здесь как-то так. Вот. То есть, если это копыта, то, может быть, он ложит наушники и как-то пальцем по столу стучит. Я могу рассказать, как наши именно делают. Да, да, да. То есть, в мобильных играх, во-первых, там речи, как правило, нету. То есть, не надо садить людей и чтобы они что-то говорили. Сложных диалогов там каких-то и так далее нету. То есть, там звуки вроде музыки или там выстрелов и так далее, они делаются в специализированных устройствах. То есть, я ни разу не слышал, чтобы наш звуковик что-нибудь как бы сам записывал. Он это, как правило, симулирует. Сидит в наушниках и в среде симулирует, слушает, там, подправляет. То есть, вот. Он не записывает, но работает в какой-то среде. Вот. Причем этих средств там несколько. Я тоже могу сказать, что под Макбосс есть какая-то вот очень адванс среда. И наш звуковик Дима, он, ну, как раз таки был рад, что он может перейти под Мак. И именно работать в этой среде. Вот. Явно есть и под Windows в ней. Вот. Там есть какая-то реально серьезная специфика в разработке звука. То есть, наш, вот опять же, звуковик учится в университете. Ну, по этому поводу. Он рассказывает, что их учит тому, как бы, тем нюансом, которые есть. Например, как бы, как звук должен звучать в большом помещении, в маленьком помещении. Как звук должен звучать из маленького динамика, опять же, на том же телефоне, чтобы это было нормально. Потому что, если вы возьмете какой-то звук из персональной игры и его в мобильную вставите, оно может не пойти, потому что там другой динамик. И телефон, допустим, находится на определенном расстоянии. Это надо учитывать, чтобы это звучало хорошо. То есть, это какая-то инженерная наука. Ей, в принципе, тоже надо учиться. Видимо. Я не поверю, что больше нет вопросов, как будто больше в игре никто здесь не играет. Вот вы так вспоминали героев. Третий – это игра моей молодости. А моей теперешности. Да? Молодости теперь. А еще третий? Уже там шестые, пятые, восьмые. Ну, это же третий, боже мой. Да, какой ваш самый любимый замок? Когда-то был, сейчас. И вот, как бы, скорее, все любимые. То есть, мне сначала нравилось очень играть за замок, потом за сопряжение, потом за некрополис. Потом, как бы, я все время не успел играть за болото. Ну, не умел играть за болото. И попробовал за болото. Ну, то есть, за все. Спасибо. А можете спросить, ребят? Ну, если просто что-то интересует тебя. Тридцать герой тоже. Вот, да. Распорт этих героев вместе заговорили. На своем телефоне, как бы, я пытался найти каких-то героев, играбельных, на телефон. Здесь, на версии, которую я нашел, она была похожей на картинке на героев. Но там была какая-то умопомрачительная ерунда, потому что через полчаса приходил противник, и как бы ты хорошо не развивался, он просто сносился. То есть, не дисбаланс огромнейший, причем на самом легком уровне и так далее. Вот, тебе спросить, не хотите ли вы заняться разработкой именно героев? Ну, пусть героев, а потом и мы. Интересный вопрос такой. Ну, во-первых, я вам скажу, что я когда-то тоже искал героев для мобильного телефона, для своей старой Nokia, Sipion. Я нашел, но оказалось, что все, что не делают, это запускаются, а потом дискнут. Картинку я увидел. Поэтому я даже не знал, что есть те, которые можно поиграть. Но вообще, мне кажется, герои... Что я могу показать их потом? Хорошо. Герои, мне кажется, очень сложно будет написать, потому что там геймплей сложный. То есть, там много куда кликать надо. Много что контролировать и адаптировать это под мобильный телефон, наверное, будет сложно. То есть, написать логику-то ладно, но как сделать, чтобы этим всем можно было управлять? Ну, банально. Представьте себе окно строительства. Там много зданий. Они все в один экран не влезут. Их надо как-то отобразить. А там был список? Ну, тогда это будет выглядеть не так, как я говорю. Нормально. Совсем, совсем не слово. Ну, то есть, это... Это какое-то... В коле примещалось... Вверху были такие тоненькие поля, как бы нажимаете, и карта сдвигается. А, более. Интересно, да, хорошо. То есть, это можно. Акно битвы. То есть, и битвы, и битвы, да. Ну, много клеток. В каждую клетку надо попасть. На экране мало. Ну, допустим, на моем даже экране было бы. Ну, у меня просто предыдущий момент не емкостной, а такой обычный. То есть, получалось попадать, да? Интересно. А передвижение по экрану как? Поставил, потом вторым кликом как бы утвердил, походу. Ну, тогда можем обсудить. Подписывайтесь. Если я начинку реальную тему. Про герои? Два вопроса. Не про герои. Не про герои. Да, не про герои. Да, не про герои. Первое, да. Какая цена? Я ее пишу. Ну, вообще, мне, наверное, больше всего нравится Энгриберс. Она прикольная. Вот как раз второй вопрос. А в чем секрет Энгриберс? Энгриберс? Блин, вопрос, конечно, больше к дизайнеру, наверное, но я попытаюсь сказать, с моей точки зрения. Ну, во-первых, то, что она рассчитана на казуалов. А, как бы, человек, который не казуал, да, он поддерживает интерфейс казуальности. То есть ему тоже будет интересно то, что интересен казуал. Он, скорее всего. То есть, несмотря на то, что мне нравятся замороченные игры, но, опять же, я в транспорте тоже играю. Ну, мне это интересно. Поэтому она подходит всем. То есть мне тоже подходит нормально. Вот. А трек, наверное, вот это ее такая стилистика. Она какая-то нейтральная, не напрягает никаких монстров, там, письм, ничего такого. То есть ее можно просто поиграть. Когда тебе нечего делать, это тебя нисколько не напряжет. Вот. И еще ей очень просто управлять, и не надо в этом разбираться. То есть там всего одно действие. Дернул и что-то происходит. Наслаждаешься картинкой. Вот эти три компоненты. А, еще то, что на диспорт. Хорошо. Еще какие-то возникают вопросы? О, смотрите. По четвертой. Сколько времени уходит на каждый этап разработки для мобильных? Ну, зависит вообще от проекта. Я вам даже сейчас, отвечая на этот вопрос, чуть-чуть больше отвечу. Сколько времени уходит от программиста в день? Ну, вообще, можно сделать игру за полтора месяца. Мы это проверим. Это учитывая, что делается геймдизайн. Но геймдизайн, как правило, делается заранее. То есть до этого. Если у вас команда, она работает над играми несколькими, то получается, вы дорабатываете прошлую игру, а геймдизайнер трудится над GDD для следующей. Соответственно, начинается разработка, там вы за первую неделю, вторую делаете что-то типа прототипа. Ну, не прототипа, если вы не прототипировали до этого, то это отличается от прототипа, потому что это реальная игра и реальный код. Ну, что-то вроде того. Ну, вы как бы делаете какие-то набросы к архитектуре, какую-то основную логику уже вписываете. У вас все там квадратики, кружочки, то есть никакого арта нет, но в это уже можно поиграть. Это вот, допустим, первая-вторая неделя, потом вы... Ну, в это время рисуется арт уже, то есть просто, что его пока вам не дали. Потом вы начинаете вставлять арт, дописывать там фичи игровые дополнительно, то есть опять. Это может занять там от двух недель, от одной, наверное, даже до месяца до двух. Ну, как правило, пусть три недели, если это такая средненькая игра. Ну, и потом плейтесты, доработка еще недели-две. Ну, вот так можно уложиться. Может быть один-два программиста, один-два художника, на этом все. Ну, и гейм-дизайнер, он не постоянно будет вовлечен, то есть он сделает ГДД, и потом будет время от времени поглядывать. А программисты и художники будут, конечно, все время работать. Ну, и тестировщики тоже, соответственно, тестировать ГДД, если у вас есть тестировщик. Поэтому, ну, я думаю, что если у вас процесс налажен, эта компания, то месяца полтора. Если вы собираетесь начать сами, то у вас времени уйдет однозначно больше. Я точно так говорю, потому что вы, скорее всего, будете путаться там постоянно, может быть, куда-то не туда уходить, вот. Ну, если вы, опять же, своей команде наладите, то, опять же, можно будет за полторы месяца делать. Ну, наверное, в среднем это делать месяца три-четыре. А, и я расскажу еще, сколько у программиста уходит времени. Это интересный момент. Если тебе интересно делать игры, то, ну, мне интересно делать игры, то я постоянно засиживаюсь на работе. И бывает такое, что я просыпаюсь, иду на работу, прихожу, ложусь спать. Серьезно. И никакого дискомфорта нет, мне это очень нравится. Ну, просто, то есть я весь в этом. И на выходных я жду, когда я приду на работу и свои деньги какие-то сделаю. Вот это супер. Такого не было ни на одной из работ. Поэтому, если вам это интересно, будьте готовы к тому, что вас это увлечет. Понимаю. Я думаю, тут еще очень много вопросов. Сейчас народ еще подумает, потому что тема такая, что она коснулась, в принципе, каждого из вас. Можете подходить, так, если у вас что-то интересует. Кого она не коснулась? Поднимите руку, кого не коснулись игры вообще, в принципе. Кого было обделено от детства, либо приставку. Я Рома знаю, его игры реально не коснулись. То есть максимум это гвоздями прибитых коник. У кого там джойстик поломался в первый же день? О, у него! Все, сейчас перенесем тебе микрофон. Джойстик уже, ладно, мелочи. У нас такой вопрос. У нас только актуальные сетевые игры, то есть мы могли на себе построить. Чтобы можно было, допустим, собраться на пятером и поиграть в картер. Есть интересные такие прикольные игры, которые именно на сеть заточены. Например, вы садитесь с друзьями за стол, играете в покер, но вы делаете это на мобильном телефоне. Я про такие игры слышал. Они прикольные, потому что, вообще говоря, вы не можете в покер, потому что это азартная игра, играть в заведение, допустим, в баре. А на телефоне никто не запрещается. Вот, есть такие интересные. Есть, допустим, те же гоночки, где можно с друзьями погоняться. Есть игры в карте, где можно с друзьями погоняться. Но я вам скажу, что не всем мобильным играм подходит сетевой геймплей. Как это реализуется? Через интернет или через Wi-Fi? Как правило, через интернет. И чаще всего используется такой фреймворк, как Game Center от Apple. Он делает через интернет. Меня спрашивали друзья, там было такое желание сделать танчики, чтобы в них можно было по Wi-Fi поиграть. Мой друг спрашивал, как это сделать. Я, если честно, не знаю. Наверное, как-то можно, но вам придется свой протокол писать для этого. Я не скажу, что было что-то готово. Может и есть, конечно, но сомневаюсь. Спасибо. И таких игр, наверное, еще много. Ну, вот видите, уже кого-то интересуют игры сетевые. А есть того, кого интересуют тут игры раневые. О, вот все, есть человек. Сейчас все будет. А какова судьба? Индии игр, например. Каких? Индии игр. Ну, то есть, не зависимых от разработчиков. То есть, гейминт.ру, что значит писать. А что значит, какова судьба? То есть, будут они или нет? Да. Будут они пользоваться спросом. Потому что разработчики за эти деньги не получают. Только на, собственно, энтузиазме. Таких немного. Ну, почему не получают? Они ее выпитили и получают дивиденды? В смысле? Получают дивиденды. Ну, то есть, вы разработали и выложили ее на App Store и вам? Нет, нет, нет. Там сайт, ну, сейчас приведу пример. Не знаю. Googlegate.com. Знаешь, там много флеш-игр. То есть, они бесплатные, да? Да. Они бесплатные абсолютно. И очень много таких игр, которые атмосферой своей затягивают. Художник очень красивый. Ну, если об этом, то, наверное, такая же, как и вообще у open-source проекта. То есть, их поддерживают энтузиазмы, действительно. Ну, и они никогда не умрут просто, потому что… Ну, вы же знаете open-source, да? Как бы там тот же Linux не был со своими особенностями, но тем не менее его ставят и его поддерживают. Тот же Eclipse, например. То есть, он open-source, и он вообще как бы разошелся на ура, потому что он везде можно поставить. Есть и попроще open-source проекты. То есть, их будут делать. Но рынком, конечно, они править не будут. Это вопрос, конечно, уже такой маркетологом, наверное, тоже. Вот. И рынком они править не будут, потому что… Ну, посмотрите, что сейчас выпускает Blizzard, что сейчас выпускают там для современных консолей, какие. То есть, это игры, они стоят по 30-40 долларов, да? Но эта игра качественная, в ней там супер-классные модели, в ней очень хороший дизайн. Они на уровень выше, просто на порядок выше. То есть, это точно так же, как вот с Linux, посмотрите. Linux и MacOS сравнить, да? На Apple работают профессиональные дизайнеры, профессиональные программисты. Они получают за это деньги и очень сильно стараются. Соответственно, все передовые технологии, ну, может не все, но большинство, они разрабатываются вот этими инженерами, которые работают за деньги. Но через какое-то время эти идеи кочуют в open source проектах. Они выпускаются. Убунта там новая, которая юзер-френдли, да? И она тоже становится прикольной. Но Apple шагает дальше. То есть, они открывают новые технологии, которые, ну, опять же, там юзер-френдли, красивые. Кто видел в Mac, там есть такая очень классная штука, когда вы открываете поиск, ну, точнее, помощь в программе, там есть строка для ввода, вы вводите, допустим, вставка картинки. Если есть пункт меню вставка картинки, то это меню откроется, и зеленая стрелка покажет на нее. Я такого нигде больше не видел, вот видите, ну, это же клево, ради этого можно пользоваться. Так, наверное, будет и в играх. Появятся бесплатные клевые игры, то есть 3D с сюжетом, но в это время платные будут еще лучше. с новыми гигантами. Так, еще вопрос, видите, какой интересный у нас сегодня докладчик. Все коснулись этой темы. Там ни ты, ни ничего. Ну, все, я включил, а потом все. Вот ты сказал то, что выпускали приза. Весь мир, энный год ждет выхода Diablo 3. Как ты думаешь, что быстрее выйдет, вот Diablo 3 на компьютерах, либо какие-нибудь умельцы сделать что-нибудь очень-очень-очень похожее на Diablo 2 с лучшей графикой на телефоне. Даже если они сделают Diablo 2 с лучшей графикой на телефоне, то когда выйдет Diablo 3, в нее все будут играть все равно. Ну, вы же знаете, это Blizzard. Это что раньше? Потому что Blizzard уже обещает четвертый год, только вот именно вот завтра мы его пускаем. Ну, не исключено, что кто-то сделает что-то похожее на Diablo 3. Ну, вообще, скажи, есть сейчас на мобильном телефоне какая-то интересная ролевая игра? Интересный слэшер. Ролевая. Еще на моем старом телефоне, Nokia 3650, был Сахар. Сделанный кривенько, косонько, конечно, но он за ролевые играл. Да. Ну, вот, есть какие-то единицы. А я вот не играл в интересную ролевую игру на телефоне. Мне в слэшер неинтересно играл на телефоне. Я, если честно, сомневаюсь, что кто-то вообще, в принципе, когда-либо выпустит интересный слэшер для телефона. Почему? Наверное, потому что аудитория, опять же, казуальная, а казуалы не любят монстров выливать. Орк, Орк, Сентхаус. Ну, кто играет в это? Мой RPG, он, ну, я в Android. А мой RPG? Орк Сентхаус. Скорее всего, она просто не так популярна. Да, я очень-очень, в Warcraft не играл, но со стороны я вообще не отличил. Ну, я скажу, что да, когда мне будет много играть. Орк Сентхаус, как-то так. Орк Сентхаус, это не было? Нет, там Хаус не верил. Ну, на самом деле, возможно, реально прикрутят какое-то интересное управление, интересный сеттинг к NMW-F. Мне кажется, этого сейчас не хватает. Вы можете сделать, но это сложнее. Серьезно. Ну, это же все-таки мобильные телефоны. История своя, управление своё. Но это сложно, наверное, поэтому пока не вышло. Может быть, если у вас есть идея, попробуйте, рынок там ждёт, когда своё ММО распобьёт. Может, вы даже опередите, я буду три. Да, опередите, всё равно она вас побьёт. Хорошо, еще какие-то вопросы? О, смотрите. Вас понравилось имбирь крылеской? Слушайте, вот такой вопрос. Сейчас занимаются игры трёхмерного присутствия. Вот это такое девайс, как кинет. Как вы считаете, перспективно ли это? Будущее за этим? Или это просто вот одноверство, которое развивается, но ничего не будет? Мне кажется, да. За этим будущее. Потому что, ну вот смотрите, появилась технология тачскрина, и к ней сразу же множество новых таких вот интересных прикрутили идей. То есть на сенсорном экране можно рогатку оттягивать, да? То есть мышке это не очень прикольно, а тут вот действительно удобно. Или, например, то, что с помощью телефона можно делать augmented reality. Ну, например, то есть вы камеру включаете, наводите, а там вам что-то дорисовывается. Ну, призраки, например, летают. То есть новая технология, она привлекает такие новые интересные идеи, новые возможности. Мне кажется, что если выйдет, ну, появятся технологии, вроде того, что вы сможете ходить, например, в очках, на которых будут дисплеи, легко смогут сниматься ваши движения, движения других игроков, легко вас будет позиционировать, например, в городе и с другими игроками находить, то, скорее всего, это даст такой новый технологический толчок, и появятся игры, которые просто будут эти технологии поддерживать, и они за счет вот этих технологий будут очень интересные. Вот, то есть мне будет, вероятно, интересно в этой игре играть. Но, скорее всего, они всех не захватят, просто потому, что не все в игры играют вообще. Ну, моя мама навряд ли не будет эти очки надевать их. То есть такие вот гики, которые сейчас играют, они не в эти игры. Их-то немало. Ну, да, наверное, они побыют то, что они сейчас. Спасибо. В то время, когда космические корабли бородят по скорой вселенной, народ сидит дома и рубит доисторических монстров. Еще один комментарий о чем Кинекта. Он стал популярен, потому что родители дарили детям писавку с Кинектом. Потому что когда ребенок сидит перед большим телевизором с сердечным жойстиком, он сидит, пухнет, покрывается прыщами и так далее. А когда у ребенка есть Кинект, он скачет перед ним как может, там эти полтора часа игры он уже весь в мыле, он уставший, или ему уже не хочется даже смотреть на этот телевизор, вот, ну, что сделаем, у него опять какая-то вот светлая зарядка. Мне кажется, это очень большой плюс. Нам интересно в интернете скачать в Мэке, что он под ноги с вами позвать. То есть еще какие-то есть вопросы? А, вот, хорошо. То есть мы сейчас уже передвигаемся. Возникает ощущение, что я читал, рассказывал для четырех людей. И в основном, познакомились и показывали. Такой вопрос. Сейчас появляется много интерактивных книг. Как ты видишь, будет происходить интеграция, как может происходить интеграция элементов игр в интерактивные книги? Тоже хороший вопрос. Я заметил это тоже в последнее время. Появляется такая штука, как более продвинутый медиаконтент. Ну, о чем я говорю. Были раньше глиняные таблички, на них делали засечки. Потом появилась бумага, на них начали писать. Потом появился печатный станок, начали печатать. Потом появились глянцевые журналы. Потом появился интернет, HTML. А сейчас появляется такая интересная штука, как более интерактивный медиаконтент. Например, журнал, который похож на приложение. Она обычная. И вот в таких штуках очень даже неплохо смотрится такой вот игровой контент. Но, наверное, опять же, это не заменит современный ну, современный медиаконтент, который есть. То есть газеты, например, или телевидение. Но, скорее всего, это займет какую-то свою нишу. А игровой, как бы, ну, игру не так просто вставить. Не везде ее вставишь. То есть если это журнал с новостями, который прочитывают там бизнесмены, то им игра там не сдалась. Но если это, например, журнал про игры, вот представьте себе, и там есть какие-то такие прикольные моменты, где можно геймплей его попробовать. То есть вы журнал скачали и попробовали его геймплей. Это, может быть, интересно было. Вот. Или, может быть, вам рассказывают о какой-то там проблеме, и тут же игра с не связанной. Что-то такое. Как, знаете, эти баннеры сейчас. То есть летают какие-то монстры, и тебе по нему надо стрельнуть. Это прямо на страничке происходит. Что-то такое интерактивное. Вот. Но это интересно. Но пока вот, по-моему, просто прецедентов нет. Наверное, люди пока не придумали, как это все совместить. Вот совместить видео с текстом, с картинками сейчас уже получается. То есть ты скачиваешь себе приложение, а в нем там статья, и в ней сразу видео, ссылки на какие-то веб-страницы и вот так. Ну вот, например, представь себе учебник химии там на iPad, где можно смешивать пробирки и вставить опыт таким образом, подтверждая те прошлые, которые ты выучил на прошлом. Может, такое же есть. Вот. Компьютер такое есть, и Алиса... Я думаю, здесь лидика наглядная, химия наглядная. Люди будут писать приложения, выкладывать их на App Store на эту тему, а через некоторое время зачешутся издатели книг и будут выпускать для iPad приложения по химии в курс седьмой класс. Ну, это я не знаю, когда произойдет, но скорее всего, когда это обобщат. Просто ту программу, как интервьюруется телефон, она такая большая, такая загрузочная. То есть она маленькая, она интересная, там как бы идет теория, а потом посмотреть эксперимент. То есть ты берешь пробирку, наливаешь там, получит, и все, это все красиво работает. Но для того, чтобы делать именно учебник, ну, недостаточно одного приложения, в котором пробирка смешется. То есть там же большой курс обширный, соответственно, нужно базово наработать. Я думаю, что на Западе это, наверное, появится даже в ближайшее время, но на нас, наверное, чуть позже появится. Передвигаемся к 16 битке. Так, свершён. Всё. Маленький комментарий. По-моему, сейчас Apple этим занимается, они решили сделать ЭКБЭД, ну, замену учебника. То есть они сейчас это в Штатах делают, и, по-моему, при почти самой смерти, Steve Jobs встречался с президентом, и они как раз обсуждали, как можно завоевать этот рынок. Ну, и сделать, по сути, интерактивные учебники. Так что я думаю, что это, ну, два-три года, и это будет везде. На самом деле, вот то, о чём мы сейчас говорим, и эти все комментарии, они должны, наверное, вас навести на одну мысль, что этот рынок, он бомбарный, он ещё не взорвался. То есть он не взорвается, но у него сейчас выберут. Студия Лебедина нарисовала, ну, для всех малышей, там, iPad разделён на две части, слева алфавит, буквы, а справа, ну, какое-то действие происходит, нажимаешь на А, вылетает апельсин, там, детским голосом говорят, апельсин ты нажимаешь, там, перекидываешь его, надо скалькивать, ну, довольно-таки прикольно. И ещё вопросы, вы же не хотите его отпустить, да, чтобы он шёл, там, вместе со вспоминаниями от детства, или у кого-то от настоящего времени, да, ещё какие-то вопросы, если скажешь. Ну что ж, спасибо большое за отличный доклад. Я вижу, что человек ответил на все вопросы. Видно, что он занимается своим делом, то есть он увлечённый, то есть это круто. Я думаю, ещё можно раз поаплодировать ему.